Всем привет! Большая часть из вас меня уже знает. Меня зовут Руслан, я технический директор компании Droid Labs, он наверху написан. И сегодня я хочу в очередной раз поговорить о системе управления проектами, которую делает наша компания. Эта система называется Planira. Минутка рекламы. Мы вышли в продакшн в этом году. Все, мы закончили все альфа, бета тестирование и так далее. Сейчас активно занимаемся маркетингом, подвижением этого продукта. В своем докладе сегодня я вам расскажу маленькую вещь, может быть я где-то буду кэпом, но я просто хочу поговорить о кэшировании, о кэшировании в системе и о том, какие подходы вы в принципе можете использовать для того, чтобы сделать отзывчивость ваше приложение больше, лучше, чтобы ваши пользователи были довольны. И когда вы подходите в принципе к этой проблематике, вы должны так или иначе отталкиваться от каких-то данных, которые вы уже в принципе собрали о действиях этих пользователей, о тех страничках, которые наиболее больше всего загружаются и о специфике вашей системы в целом. Значит, смотрите, почему вообще в принципе нам пришлось задуматься о кэшировании. Когда планира создавался, одна из ключевых особенностей его была гибкость. Мы хотели, чтобы система могла настраиваться под нужды конкретного бизнеса. Ну и, как известно, за любую гибкость вы должны платить. А мы этой гибкости решили взять, ну так, с навалом, чтобы уж было, если уж гибко, так в аккурат и всем, да, то есть гибкость, он мне написал, в настройке проектов, в настройках отображения, то есть то, как система для вас сама в принципе выглядит, права доступа вы можете настраивать. То есть и те люди, которые в принципе с этим работают и, ну, они все прекрасно понимают, да, чем гибче ты сделаешь, тем медленнее у тебя система на выходе работает. На самом деле, если правильно подходить к самой системе, можно оставаться одновременно очень гибким и при этом еще и очень быстро, то есть чтобы ваша система очень быстро работала. Ну, я тут нахудожничал немножко, к сожалению, все дизайнеры были заняты сегодня, поэтому от руки рисовал. Это блок-схема того, как, в принципе, взаимодействие, осуществляет взаимодействие конечный пользователь с системой, да. Смотрите, значит, мы с вами, интересно, мышка будет, нет, а есть такая штучечка какая-нибудь? Ну ладно, браузер, все видим, да, слева, браузер. Мы с вами браузер, мы с вами пользователь, который приходит в систему, он обращается к инжинкцию с какими-то запросами, либо с какими-то там командами, которые он хочет, чтобы система для него сделалась. Система через сокеты работает на данный момент с рельсовыми серверами, они как раз работают на базе асинхронного веб-сервера Fin. У нас как раз тот самый извращенный вариант, когда рельсы могут быть, в принципе, асинхронными. Ну, сейчас, скажем, мы отказываемся от рельсов, рельсы стали для нас, ну, просто боттлнеком ненужным, мы переходим на сенатор, то есть у нас уже нет необходимости никакой работать с рельсами. Переход довольно простой, потому что, как бы, при создании самого проекта мы заранее, ну, как постулат взяли для себя, что рельсы должны быть деталью реализации, то есть фреймворк — это деталь, которую можно в любой момент выкинуть и поставить другой. Поэтому заменить там с рельсов на сенатор, на подри, на что угодно — это буквально там один-два дня работы для нас. Вот. Асинхронный веб-сервер Fin. У нас соархитектура, ядро основное, да, это вот рельсовый процесс, вокруг него много микросервисов. Ну, на данный момент их 10 штук, в конце этой недели их станет уже 12 штук, ну, к концу года планируется порядка 20 микросервисов иметь. Обычная, да, событийная модель — Pubsub. RabbitMQ используется в качестве прослойки для передачи этих самых сообщений. Ну, вот я здесь вам в качестве примера нарисовал. Сообщение пришло до Фина, мы опубликовали какое-то сообщение, например, задача была создана, Rabbit подхватил, раздал всем подписчикам, кому это было интересно, например, подсистеме мейлинга, которое связалось с Mailgun. Mailgun отправляет письма уже пользователям. Пользователи могут делать реплай, который попадает в Mailgun, тут снова связывается, ну, с нами. То есть мы получаем такие зацикленные цепочки интересные. Если нас интересует обратная связь с пользователем, то мы, как это сделать, вот из Рэббита передаем подсистему веб-сокетов, та связывается с Пушером, и дальше пользователь в браузере что-то видит. То есть система сделана так, что, в принципе, не нужно перезагружать страничку. Вы в нее пришли, и все, дальше начинаете вместе с ней работать, она сама вам будет все данные заполнять, обновлять и так далее. То есть вот общая структура вот такая, да, есть ядро, ядер, в принципе, много запускается, где-то 18 процессов, и вокруг этого микросервис. Ну или подсистема, да, вот я вот здесь рассказал. Само ядро приложения, вот прям по канонам предыдущего докладчика, да, все, что вы там слышали о том, как нужно писать приложение, именно так оно и сделано. Используется подход Domain Driven Design, мы про него, в принципе, рассказывали, я не буду просто сейчас на это время тратить. И вот я здесь просто написал 10 основных микросервисов, которые сейчас уже есть, которые функционируют, выполняют различные функции. Так вот, один из таких микросервисов, вы можете увидеть, это система кэширования, да, то есть я сейчас чуть позже буду рассказывать, вообще как устроено кэширование, часть его реализована, ну то есть часть функционала по созданию вот этих кэшей выполняется непосредственно самим сервером, что-то хранится в Nginx, что-то хранится в браузере. Браузер, да, мы, ну давайте здесь напишу. Третий пункт Secure S, это Command Query Responsibility Segregation. Взаимодействие клиента с браузером через команды. То есть есть стэк команды, их порядка там 200 штук. Каждая команда имеет свое имя, например, там подсистема PM, Project Management, задача, создай задачу. Передаете команду, параметры, все, задача создается. Есть query, так называемые, это запросы. То есть если вы хотите от системы что-то запросить, вы тоже запрашиваете это по именованному query и быстро получаете. Что это позволяет вообще, в принципе, сделать, да, и, ну как бы, почему мы, в принципе, сейчас от рельсов стали отказываться? Среднее время ответа сервера, ну, по запросам, если усредняем, где-то 5,5 миллисекунд. Вот статистика усредненная по большому количеству запросов. Из этих 5,5 миллисекунд, одну миллисекунду работает роутер рельсовый. Ну, то есть вот роутов их много, там порядка 200-300 тоже различных, ну, точек входа для получения данных. Рельсы уже не справляют, слишком медленно. Мы переписали этот же роутер, ну, просто самодельный на сенаторе, это, естественно, уже микросекунды. То есть мы просто сделали тест и видим, что мы можем 20% времени загрузки сервака просто выкинуть, поменяв фреймворк, там, с рельсовом на сенаторе. Ну, и вот четвертый пункт, здесь событийная модель PubSub, да, то есть это основа приложения. Ну, у нас, естественно, есть свой DSL-чик, как бы сами вот query, они описываются вот так. Handler, то есть это обработчик query, это IOC, ну, IOC-контейнер. Принцип инверсии зависимости мы очень активно используем. Caster — это фактически просто форма, да, форма запроса. Вы проверяете валидность параметров, которые пользователь вам отправляет. То же самое для команд. Ну, и вот сам caster, например, выглядит так. Ну, это так чисто. Значит, что у нас на фронт-энде? На фронт-энде у нас Angular. Angular — мы, в принципе, ни разу не пожалели, что связались именно с Angular. Почему? У Angular есть самая крутая штука, которая очень-очень упрощает работу. Это двухсторонний бинтинг. Все, кто знает, да, все, кто работали, от этой штуки, ну, просто балдеешь. Количество кода, которое ты пишешь, мало, но, естественно, ты в уме держишь, чем ты за это расплачиваешься. То есть те, кто пишет на Angular, знают. Большие коллекции — это тормоза и такие большие коллекции вещей. Их нужно просто переписывать по-другому. Берете чистый JS, на чистом JS переписываете, оборачиваете это в компонент Angular, и все, и нет у вас проблем. Получается Angular — приложение, которое работает очень-очень быстро. Но это просто надо уметь делать. Все вьюшки рендерят рельсы. Рельсы это делают один раз при, фактически, старте самого приложения. Они оборачивают это все дело в файлик templates.js, который тут же кэшируется Nginx, и все. И больше как бы мы рельсы про это никогда не помнят. К рельсам никто больше за ними не ходит. На самом клиенте мы используем частичные DDD. Ну, причина следующая — DDD порождает довольно большое количество кода само по себе. А на фронт-энде много кода иметь опасно. Почему? Ну, это и memory leak всякие, которые могут возникнуть. Это и размер самого JS файла, который нужно браузеру парсить и так далее. То есть здесь нужно очень аккуратно к этому подходить, чтобы проблем не было. Ну и вот командный интерфейс. Значит, смотрите, я сказал о том, что у нас есть большая гибкость. Гибкость она в чем заключается? У вас есть проект, на базе каждого проекта вы можете настроить кучу всего. Статус-флоу проекта, свои категории, переходы между этими, всякие маппинги, привязки, связки. То есть довольно много метаданных, которые позволяют выполнять какую-то рутинную работу очень быстро. Например, вы создаете задачу на меня, и все. И у нее уже проставлены категории, какие-то привязки сделаны, еще что-то. То есть менеджеру легко, но вот это все нужно с собой тащить постоянно. Вы загружаете страничку, если этих метаданных нет, вы не можете сделать какие-то вот эти автоматизации. Есть такая проблема вторая у нас. Мы понимаем, что люди никогда не работают над одним проектом, поэтому сам планира устроен таким образом, что в нем легко работать над большим количеством проектов. У меня в активе 60 проектов, работаю я над 12 проектами ежедневно. Это разные проекты, но мне надо туда заходить и что-то в них делать. То есть планира устроена так, что есть область, где эти задачи с разных проектов отображаются. А так как каждый проект — это свои метаданные, это проблема. То есть чтобы отобразить вот это все правильно, нужно загрузить довольно большой объем информации. Это можно делать, конечно, на бэкэнде. То есть это будет нагрузка на базу данных. Мы от этого, естественно, решили уйти. То есть не хотелось. Вот я написал. Большая нагрузка из-за этого возникает на саму базу данных и на сервер. Потому что вам нужно каждый раз кучу всего тащить, джойны и так далее. Ну и как бы первая реализация правильно сделана. Никогда ничего не оптимизируйте на первом этапе. Это нужно делать позже. То есть сначала вы пишете приложение, вы делаете его в том виде, в котором вы хотите, чтобы оно работало. И когда вы видите, что какая-то штука тормозит, вот теперь только нужно начать заниматься ее оптимизацией. И когда вы приходите к вопросу кэширования, вы тоже должны не вот так вот с бухты барахты, а вот в рельсах, например, есть там механизм кэширования. То есть можно это вот с бухты барахты. К самому процессу кэширования надо подходить с умом. То есть вы должны осознавать вообще проблему. Какую проблему вы решаете. И каким наилучшим образом ее лучше решить. Ну как бы так уж приходится. Я много работаю с рельсовыми проектами. Какие-то мне достаются просто от других компаний, какие-то там от других разработчиков. Иногда от наших. Я вижу, что чаще всего в проектах используют стандартный рельсовый подход. Сами рельсы отвечают за кэширование. Сами рельсы сами по себе так устроены, что ваше приложение отвечает за все. Ну вот правильное замечание ты сделал насчет того, что нету элементарных констрейнтов на базу данных. А раз нет констрейнтов на базу данных, значит кто-то должен за этим следить. А следить будет программист. А программист неопытный. Программист устает. У программиста жена, дети. Он вообще отдыхать хочет. Поэтому он совершает ошибки. А база данных с констрейнтами она не совершает ошибки. Вы их настроили один раз и она будет следить за вами. Поэтому как бы это очень хорошая штука. Так вот уровни кэширования разные. То, что я называю бэкэнд, это то, что обычно вы понимаете в идеологии рельсов. А самый лучший кэш на свете, то есть люди, которые занимались вообще вот этими веб-сайтиками и так далее, в бородатые 90-е времена, они не знали. У них не было вот таких вот технологий, как у нас сейчас на бэкэнде. Они все кэшировали инжинксом. Ну, я не знаю, там возьмите вот даже такие порталы, которые открыты, там лента, адми и так далее. Там тоже инжинкс работает как кэш и само приложение там один раз отрабатывает. То есть это супер инструмент, про который очень часто люди забывают. Нужно просто искать методологию, как с ним правильно работать. Браузер, да. Заметил, что многие люди не знают еще и о том, что браузер сам по себе тоже является очень активным кэширующим инструментом. Если вы правильно настроите заголовки инжинкса и научите браузер кушать и кэшировать ту информацию, которую вы отдаете, позаботитесь о безопасности и так далее, то браузер может сделать так, что вы вообще на сервер не будете за многими вещами ходить. Они уже лежат внутри него, вы просто к нему обращаетесь, он достает из своего кэша и вот все. Это очень быстро, нет никаких дилеев на установку соединения HTTP. Если это SSL, то у вас еще надо больше времени потратить на все это дело. Еще один момент, когда вы работаете, в случае нашего приложения у нас SPA, архитектура, single page, одностраничник. Когда вы работаете с одностраничником, отличный кэш для вас это та память, которая вам браузеры отдает. То есть вы что-то получаете, надо это активно как бы в себя засовывать, хранить. Есть, конечно, проблемы с поддержкой консистентности, но эти проблемы на самом деле тоже решаются и они не очень критичны в большинстве случаев. Значит, смотрите, что нам нужно было в принципе сделать на первом этапе. Для того, чтобы отобразить страничку первую, которую пользователь видит, необходимо получить набор метаданных. Первый набор метаданных – это непосредственно информация о том, кто вы сам, о тех организациях, которых вы создаете. Планира – мультиорганизационная и мультипроектная структура. То есть один человек может в сотни проектов или в тысячи организаций состоять, и это просто. Но при этом вы еще и хотите эффективно быстро переключаться между этими проектами и организациями. При этом у вас еще разные роли в этих разных организациях, у вас разные права доступа и так далее. То есть очень много всего сложного, но вы хотите это делать быстро и не ждать, пока там система додумается до чего-то и отреагирует. Первая часть настроек – это настройки вашего аккаунта. То есть информация о вас, о ваших проектах, информация о ваших ролях, о пользователях организации и непосредственно информация о самих организациях. Второй уровень кэширования – это настройки метаданных самого проекта. И третий уровень подкэширования – это теги. Почему теги мы вытаскиваем в отдельную штуку? Теги часто меняются. Пользователи любят добавлять теги, сбрасывать из них кэш целый проект и просто нецелесообразно. Легче их отдельно закэшировать и быстренько сбрасывать, обновлять. Вообще по статистике, я так посмотрел, в среднем люди проекты как… Сами они проект создали, они его настраили и все, в течение месяца-двух они его вообще в принципе больше не меняют. Они добавляют туда пользователей, но для нас это не проблема, это не сбрасывает кэши. То есть… Значит, каким мы путем пошли? Мы увидели ту информацию, которая довольно редко меняется и мы решили, ребят, давайте вот это можно закэшировать и ускорить страницу. Без кэшей страница загружалась по-разному, 3-4 секунды. Это я имею в виду полная загрузка страницы, да, то есть сервер-то быстро отрабатывает, но нужно отправлять большое количество запросов, нужно это распарсить, нужно создать дом-структуру, заполнить данными, показать. В конечном итоге, да, как бы вы ни старались, хопа, вроде все хорошо сделали, а страницы там 4-5 секунд загружаются. Вот, сейчас у нас страница загружается, ну, там, 700 миллисекунд в секунду, это, ну, полный рефреш делаете, она тут же появляется перед вами. Мы пошли вот этим путем, что для этого нужно было сделать, да, смотрите, во-первых, есть проблема безопасности. Проблема безопасности к настройкам вашего проекта не должны получать доступ другие пользователи, то есть вы не можете просто взять engine, сам это закэширование. Поэтому генерируется там уникальный таймштамп, да, уникальный таймштамп, который там связан с определенными ключами там вашей организации, проектов и так далее. Это очень длинная строка, этот таймштамп, доступ к этим таймштампам фактически получают только сами пользователи этих проектов или этих организаций. Вот такую структуру уже можно и безопасно кэшировать engine, да, то есть когда в вашей системе, например, происходит изменение чего-то, ну, поменялась форма, вы добавили новую категорию для задач. Вы постите сообщение о том, что, ребята, в системе появилась новая категория. Вот система кэширования слушает это событие, они говорят, классно она появилась. При этом событии мы должны скинуть кэш такого-то проекта, ну, фактически скинуть кэш, это перегенерировать новый таймштамп и записать его. Дальше вы можете по веб-сокетам уведомить всех, ну, кому интересно об этом. Можете не уведомлять, человек перезагрузит страницу, ему в сам HTML придут эти таймштампы и он обратится все равно уже к новому правильному URL. Следующий этап, вам нужно настроить engine, да, для кэширования вот этих вот запросов, потому что вы не хотите, чтобы ваш сервер, в принципе, ну, в идеальном случае ваш сервер должен только один раз что-то сгенерировать и больше этим не заниматься, потому что это лишняя нагрузка на него. Значит, первый цикл, пользователь из браузера отправляет запрос, он идет на engine, он приходит на fin, fin генерирует, ну, обращает, это рельсы, да, там, ваше ядро приложения генерирует какой-то контент, возвращает его fin, у fin заголовки, ребят, мы это кэшируем на 30 дней, он кладет к себе в кэш, и отдает запрос двухсотым статусом. Все, пользователь нажимает Ctrl-R, да, там, или Ctrl-F5, Command-R или Ctrl-F5, перезагрузить страницу. Это второй сценарий, да, браузер в таких ситуациях отправляет запрос на сервер всегда, то есть если вот вы делаете жесткий релоуд, то браузер все равно отправит запросы. Здесь проблемы нет, у вас закэшировано на engine все, у вас проставлены last-modified заголовки data, да, браузер говорит, дай мне новый контент и отсылает заголовок if-modified, ту дату, которая была там по последнему изменению. engine тут же дает, а тут 304 ничего не поменял, то есть очень быстро, там, на уровне, я не знаю, там, 50-60 миллисекунд, ну, то есть вот время до вашего сервака, по сути, latency. третий случай, когда вы, например, вот вы просто открываете, то есть вы не сидите, не балуетесь, не перезагружаете страничку, а вы просто открываете приложение, например, пришло вам на почту какое-то уведомление, вы нажимаете по ссылке, переходите в систему, это особенный случай для браузера, он знает, что в этом режиме он должен использовать кэши свои, он отправляет запрос, да, с теми заголовками, которые, ну, те же самые, он отправляет, но он смотрит предварительно, есть у меня в кэше, он такой, да, у меня есть, он тут же берет из кэша, то есть вы уже не ходите к engine, вы тут же получаете результат, он его быстро парсит, и вы получаете какой-то результат уже на страничке. Ускоряет это все очень сильно, да, вашу систему, во-первых, это разгружает, разгружает backend в плане самого ядра приложения, это разгружает Nginx, ну, ему просто даже не надо, не нужно обрабатывать запросы, там, проверять, есть это в кэше или нет. Nginx на самом деле не сложно, Nginx это очень крутой веб-сервер, ему там такие запросы прийти, проверить файловой системе и отдать, это вообще очень элементарная задача. Вот, значит, чем мы, в принципе, смогли получить, вот добавив, по сути, кэширование, да, то есть мы, когда это делали, мы обсуждали, где его лучше сделать. Первая идея, которая там в голову приходит, да, естественно, давайте все сделаем на стороне сервера. Почему? Ну, потому что мы сервер хорошо знаем, потому что мы на сервере очень много пишем. И, скорее всего, вот точно таким же принципом руководствуется, ну, довольно большое количество разработчиков, то есть ты пытаешься решить проблему не самым оптимальным путем, а ты пытаешься решить проблему тем путем, которым ты умеешь. Ну, это, на самом деле, вот к тому же, да, почему неплохо бы JavaScript использовать там и на сервере, и на клиенте, потому что я умею на нем писать. Это хорошо иногда, но не всегда. То есть если у вас и клиент – это сложное приложение, если у вас и бэкэнд – это сложное приложение, так или иначе вам нужно разделять. То есть у вас команда разработки уже состоит из фронт-энд разработчиков, бэкэнд разработчиков, естественно, есть тестировщики, которые отдельно занимаются проверкой всего этого дела. В общем, тестировщики разные. Я, вот честно, да, я сам такой человек, я не верю, ну, вот как бы вот тесты, которые пишут разработчики, я в них не верю. Почему? Потому что тесты нормальные, правильные, с хорошим покрытием, не вот этого уровня C0, да, когда просто там что-то где-то выполнилось. Писать тяжело, очень тяжело. То есть вы можете написать функционал за 5-10 минут, а чтобы написать нормальный спек, который это покроет, вам понадобится еще минут 30, и это лень. По этой самой причине я не верю в тесты. Я верю только вот в ручное тестирование. То есть человек, когда сделал, да, ему спеки пробегают, зелененькие, все замечательно, но при этом периодически в роллбар, там, или в вашу систему, там, логирования ошибок, падают ошибки. Ну, как они падают, если у вас все зеленые тесты, да? Очень просто, плохо-плохо тестируем. Руками надо все проверять, вот абсолютно все проверять руками. Человек сдал, обязательно кто-нибудь вот обезьянкой назовите или еще как-нибудь, менеджером, кем угодно, короче. Он должен пройти и обязательно проверить, что все из кейсов учтены и все работают так. Все, ребят, вот, я просто вот, я говорю, у меня маленький такой докладик, а суть, суть в том, что когда вы подходите к вопросу кэширования, подходите к нему очень аккуратно. Не нужно с налету пытаться решить так, как вы умеете это делать, ну, в том технологическом стеке, в котором вы работаете.